В Иванове не так много конкурсов, которые бы могли по достоинству оценить успешность наших молодых талантов. Большие надежды на сегодняшний день – самая престижная молодежная премия года. И сегодня состоится долгожданная для участников церемония награждения. Мы решили прожить этот финальный день вместе с ними. Два героя нашего сюжета подали заявки в разные номинации. Они не знают о существовании друг друга, выиграют они или проиграют. На часах 10 утра и рабочий день наших героев вот-вот начнется. Артем Серов приступает к работе с утренней разминки. Он балетмейстер студии современного танца «Возрождение». Пришел сюда полтора года назад по приглашению. После победы на конкурсе «Мистер Иванова-2010» ему предложили работать детским хореографом. Участие в «Больших надеждах» для Артема – возможность в очередной раз доказать себе, что много наград не бывает. На счету его коллектива – золотые медали дельфийских игр и гран-при межрегиональных конкурсов. Основную радость в повседневной работе Артему приносят ученики. Они его главный стимул для собственного развития и роста. Я занимаюсь с детьми, с маленькими, то есть с 5 лет и с 9 лет. И видишь, когда они растут на твоих глазах, естественно, это неискончаемая радость того, что ты действительно можешь готовить детей и, соответственно, их расти. Бывает, что устаешь от нее, но это все сглаживает, когда ты приходишь в зал, и тебя там ждут дети. Кроме работы с детьми, Артем выступает и сольно. На сцене для него важна поддержка зрителя. Только в этом случае он может полностью отдавать себя танцу. К этому приучает и воспитанников. Дети думают, что я от них требую большего, хотя я, наоборот, хочу, чтобы то, что я от них требую, это потом вывелось в отличный результат, который они потом показывают на конкурсах. Как потратить денежный приз в случае победы на конкурсе «Большие надежды» Артем уже решил. В первую очередь, что я, наверное, однозначно сделаю, это сделаю такой небольшой подарок для детей, ну, с помощью которых я действительно и участвую в этом конкурсе, да, то есть, ну, может быть, небольшой какой-то стол со сладостями накроем обязательно. Какой он? Наверное, в принципе, ответственный, вот, немного экскрессивный, очень переживающий человек. Несмотря на то, что он молодой педагог, проигрывать – это очень важно, и выигрывать – тоже очень важно для тех людей, которые занимаются хореографией и спортом. Я хочу, чтобы он очень много побеждал на конкурсах и всегда забирал кубок. Он дает нам советы, как тянуть правильный носочек и шпагат. Я хочу, чтобы Артем Эдуардович победил в конкурсе и получил золотые медали. Я люблю Артем Эдуардовича, потому что он нас всегда учил, ну, и, конечно, он нас занимает всегда. Да, я хочу, чтобы он победил. Сегодняшнее утро наш следующий герой начинает в привычной рабочей атмосфере. Мария Павловичева – педагог дополнительного образования в Центре развития одаренности. Участвует в конкурсе уже не первый год, правда, выиграть пока не удавалось. Но отчаиваться Марии некогда. Ее главная задача как специалиста – раскрыть способности талантливых детей. Коллектив большой, около 40 человек. Важно найти подход каждому из воспитанников. Способов у педагога много. Например, сейчас она проводит мастер-класс, вовлекая ребят в процесс творческой игры. Своей главной заслугой Мария считает создание определенной атмосферы в Центре, которая помогает вместе развиваться и преодолевать трудности. Сложности, с которыми приходится сталкиваться в работе, это, наверное, нехватка времени, поскольку идей очень много. И, возможно, еще, так как мы крутимся в этой сфере, то, когда мы выходим из нашего мира положительно такого и позитивного, то настоящей жизни мы очень пугаемся, но нам нужно всего лишь 5 минут, и мы приходим в порядок и пытаемся нашу красивую внутреннюю жизнь, такую добрую, сделать, более широкой, чтобы для всех она стала нормой. Свою возможную победу в конкурсе «Большие надежды» Мария не хочет расценивать как личную. Для нее, в первую очередь, важен успех профессионального имиджа. В моем лице, да, признается значимость педагога дополнительного образования. И, опять же, это будет пример для моих воспитанников, для моих коллег, что нужно заниматься своим делом, любить его. Моя работа в центре – это моя любовь. Она хороший человек, всегда помогает. У нас так взаимоподдержка. Я не что-нибудь сделаю, она мне что-нибудь сделает. Например, она мне давала велосипед. Она идет по жизни с улыбкой, и Маша улыбаша вот такая вот. Она победит, потому что она лучшая. Желаю Маше победы в этом нелегком конкурсе. Я знаю, что там очень тяжело, но, Маша, ты все выдержишь, и у тебя все получится. Что можно сказать про нее? Она очень отзывчивый, добрый человек. Я, конечно же, желаю ей победы, победы и удачи во всех ее новых начинаниях, свершениях. И еще раз победы. Вот он, заключительный и самый главный этап в Дне наших героев. Поддержать участников церемонии награждения пришли их близкие, друзья, а также первые лица города. По словам председателя Комитета по делам молодежи Дмитрия Платонова, с каждым годом успех «Больших надежд» возрастает. Сюда стремятся попасть многие, чьи профессиональные амбиции не ограничены городом. Ведь победа в «Надеждах» открывает дверь на участие в региональных и федеральных конкурсах. Артем Серов уже за кулисами, готовит свой коллектив к приветственному выходу. Мария только что подъехала, переживает, но держится. До объявлений результатов остаются считанные минуты. В этом году за звание «Большой надежды города» боролись 50 конкурсантов, пять из которых стали победителями в каждой из номинаций. Самым успешным в интеллектуальной и научной деятельности стал аспирант ИГХТУ Юрий Марфин. Лидером молодежного общественного объединения назвали Игоря Баранова, руководителя молодой гвардии. За успехи в организации общественной жизни студентов лучшей признали заместителя председателя правкомы в ГЛУ Викторию Ниткачеву. А вот и появляется на сцене наш герой Артем Серов. Сейчас идет объявление результатов самой многочисленной и сложной, по словам жюри, номинации. В ней Артем и оказывается победителем. Его творческую деятельность в этом году называют лучшей. Теперь выход Марии Павловичевой. И она тоже берет победу в номинации за успехи в трудовой деятельности. Наши герои теперь и герои города. Неплохой старт для будущих подвигов, согласитесь. Но пока праздник и поздравления близких. Счастливы все. Вот таким получился этот день. Конечно, Машу и Артема мы выбрали не случайно. Большие надежды наших героев оправдались. И мы верим, что у всех остальных участников этого конкурса будет еще больше побед, как личных, так и профессиональных. Нина Сардейская, Вячеслав Алексеев, Леонид Ерохин, Родион Артамонов. Специально для РТВ Иванова.